Масштабное преображение парка Наташинские пруды на контроле у администрации и жителей. Чтобы работы выполнялись в срок и самое главное качественно, еженедельно проводятся выездные совещания. Подробнее в сюжете Богдана Колесникова. Мы стоим сейчас на бетоне, на котором будет в последующем лежать плитка по технологии. Пока заезжает сюда тяжелая техника, она разбивает всю подбетонку, которая здесь находится. Поэтому входные группы, въездные, до последнего момента не бетонируются. Уже к середине августа работа по укладке дорожной плитки по периметру прудов и на главной аллее завершат. Обустройство прогулочной зоны вокруг скульптурных композиций со стороны Шевлякова тоже на финальной стадии. Мы постоянно будем что-то дополнять и менять. По просьбам жителей мы для этого выходим, выслушиваем, вносим предложения. Наша задача сделать парк изюминкой, чтобы здесь было красиво, безопасно, комфортно и интересно. От мала до велика, чтобы все находили интерес по своему роду занятий. В парке обустроят смотровые площадки и лодочную станцию, и велодорожки, игровую зону и для занятий спортом. Территорию будут освещать 580 фонарей. Мы хотим красоты, мы хотим удобства. Мы это заслужили, потому что мы очень долго ждали. Мы боролись за этот парк. Лет пять назад, я помню, собирали эти петиции, мы его отвоевали. И вот сейчас вторая жизнь. Надеюсь, что все-таки осенью это все состоится. И мы торжественно сюда придем с детьми, будем радоваться бабьему лету. За неудобства извиняемся сильно. Парк будет открыт к дню города. День города будет 31 августа. По договоренности с жителями, уже осенью на благоустроенной территории высадят деревья. Работа продолжится и весной 25-го в рамках заключительного этапа реконструкции парка. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.